Нужно работать на постоянной основе. То, что сделано... Я народный депутат Лешуков, лидератик главной партии Геннадий. Добрый день. Это украинский сет, про который вы говорите, что он не качественный. Давайте попробуем. Я вам, кроме сыра, куплю еще сало. Я куплю еще сало. Я прошу прощения, господин Лешков. У вас еще колбаса с бессарабки. У меня еще колбаса с бессарабки. Это украинская колбаса. Колбаса, я вам покажу эту колбасу. Украинская колбаса, вы же патриоти, вы же из Донецка 30 лет назад. Вот, будь ласка, гляньте, какая шикарная колбаса. Господа журналисты, обращаю внимание на то, что... Господа Геннадий, украинская колбаса. Я хочу напомнить вам вашу молодость. Вы закончили в Донецком университете. Вас выкохала Украина. Давайте, дякую. Вот, видите, гостинная людина, запрошу. Вас выкохала Украина. Она из вас сделала людину. А вы сегодня не пускаете украинские товары на российский рынок. Вы нашим лоббистом головным должны быть. Будь ласка, попробуйте. Это с бессарабки. Альона с Белой Церкви передала вам колбасы. Украинское сало с проростю. Сир пирятинский, качественное. Я ее ем каждый день. Чего вы ее не естете? Чего вы ее не естете? Господин Лешко. А, там еще хрин есть. Господин Лешко. Да, пожалуйста. Попробуйте. Колбасы в Москве нет. Такой колбасы в Москве нет. Горилка с вас. У меня сало колбаса с вас горилка. Российская горилка. Будь ласка. Попробуйте. У меня проблемы нет. У меня проблемы нет. Я боюсь, что проблемы теперь будут возникнуть снова в наших церкви. Так или нет? Если я минулую заявку... Это же супер. А ты не христианин? Я не христианин. А если вы христианин, то ты бы мне этого не предлагал. Потому что сейчас пост идет. А церкви не суперечить посту? Суперечить. Тоже суперечить. Тоже суперечить. Именно поэтому вы забороняете везение сыра через это? Да, все успокоился. Да, конечно. Ты нахал. Вы пришел. Я поздоровался. Вы тоже нахал. Вы забороняете в Украине. Это Нищенко. Козацкое, украинское название. Вы преимущество. Вы знаете, что через вас, украинские селяны, позволяют заработать копейку. Они выливают молотом. Литр молока. Литр молока в украинском селе. Рим не селится. То есть вы избавляете миллионы украинских селян. Вы избавляете заработку. Вы избавляете возможности готовить свою семью. Паня Нищенко, пробуйте ковбасу. Не боитесь, вы нормальные. Не поправитесь. Вы поедете в Москву и будете шкодовать, что вы не пробовали украинского ковбаса, украинского сала, украинского сыра. Так что, будь ласка. Або повертайтесь на Донеччину. Чтобы вы знали, что Донеччина, которая вас выховала, через вас сегодня, донецкие селяне, не мают копейки, где заработать, где свою семью готовить. Не молоко продать. Ваш случай – это ваш шовинир. Когда вы через политику избавляете миллионов украинцев заработку и, возможно, жить нормально. Хлопцы, кто хочет ковбаси украинской? Прямо с бессарабки. Нож, где нож? Режьте себе. Я хотел сказать, что Козак и Нищенко нехай есть и не подавится. Нехай не придумай, что наше что-то плохое. У нас все добре. А охрана Нищенко ножа вкрала, которым мы хотели порезать сир. Это все наше. Это бессарабская ковбаса из Белой Церкви. Это сир пирятинский. Сало с проростю черкасского. На жаль, Донецкого ничего не знал. Но ничего. Шкода, что он не захотел попробовать. Видите? Мы его выучили. Мы его выкухали. Он из Киргизии приехал и в Донецкую вузу учился. Потом в Донецкую работу первую мав. Украина его выкухала, выгодовала. А он теперь не даёт нам возможности торговать в России. А? Ганьба яка. Бери. Ихай Нищенко жаба давит, что он не попробовал колбасы. Держи супер. Ну, я же скажу. Прямо на бессарабской выбирали. Вот. Вы понимаете, чем Жанщенко. Попробуйте. У меня жвачка. А, да, выкните вы эту жвачку. Это химия. А это натуральная жвачка. Пробуйте. Ну, не хотите нам больше. Шкода, что пішел. Я думал, что он больше коммуникабельный. Да вы же так знали, что он взлякался. Нет. Просто то, что я видел по телебаченню, у него есть чудовое ощущение гумора. Он нормальный коммуникабельный. Я не думал, что он так и ляхли. И главное, что он не захотел избирать украинского. Простите, вы входите сюда. Да, пожалуйста. Я вам дам совместерку. Олег Ляшко, народный депутат, заступник головы бюджетного комитета Верховной Ради, лидер Радиканной партии. Я хотел бы вам на помощь, что вы найдете на действо иностранного представителя. Опа. Пригощайтесь. Я тут даю вас за принятие. И я хочу продолжить пресс-конференскую персональность. Я не даю пресс-конференцию. Мы хотели наших друзей Павла Нищенко вас пригостить украинской найкращей продукцией. Бабы с бессарабки збирали, своими руками робили эту ковбасу. Мы ковбали этот сир. Гляньте на него. А вы на него плюете. Вы плюете на миллионы украинцев, которые делали свои верховцы сиры. Ну, я надеюсь, что до этого не дойдут. Доброе утро. Где вы, Нищенко? Где сховался? Хоть на дорогу возьмите сиры. Пан Геннадий. Так. Верните ножа. Верните ножа. И верните сало с проростю. Только не меняйте на педагогу. Вы в Чечне десь подробляете российские сиры. И вы даете их за украинские. Справедшие украинские сиры. А подробки, которыми вы торгуете в Москве, то не мы делаем. И не Пирятинцы, и не Менчане, и не другие сировиробники. Ножа, дайте ножа. Я хотел попытаться. Вы народный депутат? Да, да, да. Яскравый один из моих яскравейших представителей нашего народа. А что? А вы хотите, чтобы так, как у вас, кладовище в Дуле было? Для ножа, дайте ножа. Ви вкрали. Так, я прошу большого коллеги. У нас этот производственный процесс работает с заседниковыми корреспондентами. И вот это все поможет определенную сумму. Давайте, кончику сворачивайся. Так, а пан Онищенко на дорогу везмеси в Украину? Я так подозреваю, что пан Онищенко и пан Пресвишлюк добиваются. Мы будем на это спонятаться. А если они не договорятся, то мы им допоможем. Мы привезем украинское молоко на Червоную площадку. И берем его там. Нехай плаваем на нем, в которую зону. Возьмем с Сергеем Крином. Возьмем с Сергеем Крином. Я так и так и так и так и так и так.